Здравствуйте, Владимир Иванович. Здравствуйте, Татьяна, здравствуйте. Я знаю, что вы находитесь где-то в районе Донбасса. Какая ситуация сейчас? Да, я скажу более конкретно. Я нахожусь в Лисичанске. Северодонецк обороняется. Но на данный момент существует угроза оперативного окружения города Лисичанск. И всего пуска оставшейся Луганской области. И когда там некоторые представители военно-цивильных администраций, типа главы этой военно-цивильной администрации Луганской области, рассказывают, как у нас все хорошо, то не надо этому ДПЛу верить. Извините, что я так говорю. Три месяца идет сражение за Северодонецк, за Северодонецк. А в Луганске не построено фактически никаких оборонительных сооружений. В Лисичанске не построено никаких оборонительных сооружений. И при этом он рассказывает, что строить не надо. Потому что Лисичанск находится на высоте. Он дебил. И таких дебилов держат во власти. Извините, что грубо, но справедливо. Обрисовал. У вас очень печальный был пост. А потом еще один печальный пост. Чего вы там написали? Еще живой и так грустно. Вы кто-то... Да не грустно, я просто устал. Я устал от того, что армия у нас фактически существует только на бумагах. Требует кучу бумаг. Требует культуру штабной работы. Должна быть карта. Нет, послушайте. Должна быть карта. Название карты должно быть напечатано определенным размером шрифта. На определенном расстоянии. Определенный интервал между буковками. И если не так, это превращается в такую проблему, что вы даже не представляете. Офицеры низшего зима загружены кучей бумажной работы. Это кроме того, что ему надо контролировать личный состав. Что ему надо оборудовать позиции. Ему все это надо контролировать. Ему самое главное, оказывается, расчертить сектора обстрелом, чтобы это было все красиво на карте. Понимаете? Это называется культура штабной работы. Ездят целые полковники, проверяют эту культуру. Это как называется. Я помню, вы рассказывали, что там отчеты какие-то постоянно. Это об этом, да? Ну, это в том же числе. Это в том же числе. Куча бумаг. Просто куча. Надо сажать специального человека, который должен отвечать за эти бумаги. Должен их везти. А если человек не умеет, или даже не знает, или просто ошибается, то это куча проблем. Понимаете? Бред с его и кобылами. Когда люди должны воевать, они должны воевать, а не заполнять бумаги. Вот потому-то у меня такой печальный взгляд. Понимаете? Приходится воевать не с врагом, а приходится воевать с внутренней бюрократией. Это еще мягко сказано. Да. Вот и да. Вот такая наша армейская служба. А ТРО вы еще что-то написали? Какой-то печальный пост? Да пост не печальный. Пост не печальный. Я вообще не понимаю, что за род войск был создан. Это ТРО. Это вообще-то по классификации НАТО легкая пехота. То есть пехота, которая не имеет тяжелого вооружения. Ну, ручные гранатометы, ручные, ну, стингеры, там, завелины и все остальное. Ну, все это ручное переносное, которое имеет ограниченный грандиус действий. Ну, я даже не об этом, чем мы вооружены. Мы как-то пытаемся решать проблемы сами. Самое плохое, то, что созданы какие-то подразделения, которые имеют штаты 600, 700, 800 человек. 800 человек, которые получают зарплату. Не просто зарплату, скажем так, которая положена, а еще плюс 30 тысяч на эту надбавку. То есть зарплата у бойца ТРО в среднем получается где-то около 40 тысяч. Но, но, один маленький нюанс. По полученной мной информации, так как я являюсь, выжил оперативным работником. У меня много знакомых, много друзей, которые тоже служат тех же ТРО. Первое. Туда позатаскивали массу родственников. Туда позатаскивали массу кумовей. Их жен, племянников и всех остальных. Я же говорю, создана масса этих подразделений. А когда доходит дело до выполнения боевой задачи, вот бытия в зону, так сказать, боевых действий, возникает нюанс. Я буду разговаривать на, так сказать, на основе своего опыта 134-го батальона ТРО. Выжгородского, так называемого. Во-первых, нам на подготовку к выезду в зону боевых действий, по инициативе командующего сектором, генералом ПВО, который дупля не дает, что такое официальная пехота, нам дали на сборы всего-навсего 8 часов. Последних наших людей привезли с позиции, когда они в то время там сидели где-то, непонятно где, непонятно зачем окопы, когда уже враг отборшен за пределы, скажем так, и в Еговской области, а не в Киевской области, рыли окопы. По указанию командующего сектором, который приезжал и лично проверял эти окопы, в которых ни хера не соображал. Дали всего-навсего 8 часов. То есть мы... Его команда была выезжать на поезде, когда я начал с ним скандалить на эту тему, на эту тему, и говорить, что мы будем там делать без транспорта, вас там заберут, отвезут, вам все дадут. Мы приехали в Северодонецк, и нам никто ничего не дал. Если бы мы не, так сказать, не выполнив команду пана генерала... Ой, фамилию забыл, но не столь важно. Он командующий выживательским сектором. Этого пана генерала, блядь, дебильную команду, иначе ее назвать не могу. Взяли с собой... Не взяли тут с собой у нас автотранспорт, который у нас был. Я не знаю, как бы мы выполняли задачи, как бы мы вообще передвигались, как бы мы вообще существовали. На перекурь ему мы взяли этот автотранспорт, который нам подарили. Кому лично дарили, кому вообще на подразделении дарили волонтеры. Но не столь важно. Продолжаю дальше. Когда встал вопрос... о выезде, так сказать, в зону боевых действий выяснилось, что у нас в подразделении числятся 20 мертвых душ. как мертвых? Они числятся у нас, но служат в других подразделениях. Повара, писаря, непонятно какие разведчики, почему-то находятся в подразделениях других родных. В подразделениях других родных. И, скажем так, на задачу, на выполнение задачи рота ушла не полным составом, не полным составом, а 20% сразу минус. А тут нам ставятся задачи, рассчитанные на полный состав стрелковой роты. Стрелковая рота у нас 100-120 человек, а у нас намного меньше. Вот и получается непонятно что мы. Потом сразу же последовали отказы в выезде на зону боевых действий. И эти люди остаются служить в подразделениях, служат в подразделениях и получают зарплату. Создали вообще непонятно какого кормушку. Понимаете, вот просто по полученной, опять же, информации я документально я это подтвердить не смогу, но очень многие утверждают, что кроме тех, которые служат там в других подразделениях, по всем подразделениям ТРО, по всем подразделениям ТРО, очень много просто мертвых душ. Мертвые души, которые, первое, спрятались от армии, второе, за них просто тупо получают деньги. я же говорю, тоже по разговорам с бойцами других подразделений, по Абуховскому ТРО, у них более 40 мертвых душ. В месяц, в месяц, это сколько, если они по 40 тысяч получают? 40 на 40, сколько? А? Миллион 600. Кому эти деньги падают в карман? Кто контролирует денежные средства, которые поступают на счета этих подразделений для физической оплаты? Кто контролирует, сколько бойцов находятся на ППД, на пункте постоянной дислокации? Никто. Потом у нас были случаи, когда, скажем так, во время выполнения боевой задачи два бойца написали рапортаж, что они не могут выполнять эту боевую задачу. Уехали, ну, в принципе, если уже так разобраться, идет прямой отказ выполнения командами, командирами. В боевых условиях их тупо надо было брать и расстреливать на месте. Их отправили в Киеве, в Киев, и они продолжают существовать. Вот я почему обратился к волонтерам с этим постом, потому что волонтеры кормят непонятно кого. Вы посмотрите, смотрите на эти рожи, которые они уже там поджирали, охраняя светофоры. Сколько в Киеве, в Киевской области подразделений ТРО? Тьма. Я даже не буду считать, потому что, в принципе, в каждом городе создавался ТРО, я считаю, что в самом Киеве создано, я даже не знаю, сколько этих ТРО, по-моему, семь или восемь батальонов. А когда доходило до выезда, ну вот привожу пример, другой батальон приехал туда, тоже со штатом 600-700 человек в среднем. Вы знаете, сколько бойцов из них, сколько они бойцов сумели выставить, скажем так, для выполнения задач в зоне боевых действий? Как вы думаете, вашу цифру назовите? Понятия не имею. 60 человек. 60 из 600. 10 процентов. А где остальные? А чем занимают? А? Остальные где? Как где? Пункти постоянной дислокации. Выполняют какие-то непонятные боевые задачи. Ах, просто, просто охраняют цветофоры. При этом выставляют героические постики, что мы там страдаем, мы там воюем, мы такие герои. Да, есть воюющие подразделения, есть люди, которые воюют. Ну, а этим нужна срочно волонтерская помощь. Машинная связь, продукты, потому что они голодают. И при этом они получают 40 тысяч. Нормально. Вот потому я такой печальный. Потому что у нас очень богатая страна. Нам и Запад помогает. А куда уходят эти денежные средства непонятные? Создали кормушки для командиров. Поподнимали всех командиров, всех офицеров старой формации, для которых устал превыше всего, которые не хотят включать свои мозги. Боясь со слова сказать командиру вышестоящему, потому что у него идет очередное звание, надбавки и все остальные, подзаработать пенсиями. У нас есть случай дезертирства командира нашей роты который развернулся и уехал в Киев, бросил под расследование. И что? За это кого-то наказывают? Нет, никого не наказывают. Никого не привлекают к ответственности. Порядка нет, бардака нет. Опять основной вопрос, о котором я постоянно говорю, это кадры. Подбор кадров идет непонятно как. И не только в армии, во всей стране. Я же явный яркий пример губернатора нашей ВЦА Луганской области, но не нашей Луганской области, который там раздает интервью, поет, рассказывает, что все хорошо, все отлично. А вот еще даже пример, скажем, того, что происходит в Лисичанске. ЦНС бешеный. Ну, даже не только в Лисичанске, взять тоже Бахмут, Краматорс, Дружковка, Константиновка, Славянск. Это не бешеный. Это та зона, которая должна снабжаться по высшему разряду. На весь город работает, на весь город Лисичанске работают два магазина. Да, и то торгуют, как вот мне люди подсказывают, волонтеркой. Понимаете? Да, с Польши, с Германией, но они ее продают. Ну, спасибо людям, что они хотя бы ее сюда привозят. А куда смотрят администрации? Почему у нее головы за это не были? Зато и мы раздаем интервью. Основной вопрос в нашей стране кадров. Просто кадров, нету подбора кадров. Я не понимаю, как они подбирают кадров. Говорят о том, что вот у нас стал вопрос со связью, нам нужен сорлинг. Начали искать, пишут волонтеры, что более 1800 сорлингов лежат на складе в западной Украине. Да, а потом появляется и сразу появляется сообщение, что они продаются на ОЛИКС. Как это назвать? Они не могут организовать логистику доставки этих, скажем, приборов. Это же там ящик, сколько там, может быть, метр на метр квадратный, в который все укладывается от оборудования. Кто отвечает за логистику? Непонятно. Поступает вооружение от западных наших союзников. Жалуются, что его мало. Я скажу чисто откровенно, да, нам, я же говорю, у нас выделены целых два джавелина на росту. Один джавелин джавелин стены 5 километров. Они не подходят на такое расстояние, они не подходят на такую высоту. Они работают с предельно дальних расстояний, и мы ничего сделать не можем. А что вам нужно из того, что можно, а его не дают? Да в принципе из вооружения нужно все. Но как эта страна может поставить все, когда у нас не работает ни один патронный завод, ни одного патронного завода, у нас нет производства танков, у нас не производят ничего, ни патроны, ни снаряды, ни автоматы, вообще ничего. Кончатся запасы в Чечне, в Словакии, кончатся запасы патронов. Чем мы стрелять будем? На что уходят деньги в Украинском троме? На что доблестные наблюдательные советы сидят, получают миллионные зарплаты? За что они получают? Толстый Масинаем, какой непроизнаденный специалист, мать его едины. Он там в Совете какой-то непонятный. Ну бред, бред в стране происходит. Понимаете, бред. И вы знаете, отсюда это видно лучше всего. И мне печально, просто печально, что мы бы давно уже их с ним. Хоть какого-то технику, которая работает. То ли на бензине, то ли на дизне. А у нас выходят двигателя со строй. А выходит почему? Потому что качество топлива очень плохое. Топливо воруют, наливают непонятно что, воду, керосин, все что угодно. Двигателя просто летят. А мы здесь это ремонтировать не можем. Нам приходится этот транспорт то ли пытаться вытащить его куда-нибудь подальше от линии фронта, чтобы его отремонтировали на свои же деньги. Мы за это платим деньги. Возможно, есть, помогают волонтеры. Но в основном мы платим за все за это. За своих зарплат. Здесь порядок. Нам не жалко. Но здесь нельзя навести порядок. Куда вы, блин, смотрите о цей командире, главнокомандующей и другие? Кто на это смотрит? Кто это контролирует? А как при фронтовых городах? Как вы думаете откуда? С армейских запасов. И точно в таком же состоянии, как оно поступает и нам. Потому что там украли, а потом с этого украденного продают. Вот и все. И все очень печально. Нет контроля, нет ответственности за все. Нету, понимаете? Вот просто нету ответственности. Когда наступит наконец неотвратимое наказание за совершенное преступление. Нету отказ выполнять приказ. Да пожалуйста, служи дальше и получай зарплату. Ну что творится в этой стране? Где же мне раньше рассказывали, что в армии все так четко, все в этом. Я еще помню, советскую армию пришлось послужить, в Афганистане повоевал. Там было как-то, вы знаете, хоть и тупо, но намного проще. А сейчас в стране бардак. А структура ТРО это такая кормушка для хищения, что вы даже не представляете. Мне дышат вот эти вот посты, обращения, что там ой, без дещаков померяем, хочется сладенького и всего остального. Это не только к ТРО относится, это еще и к ЗСРУ относится. Вы представляете, какой бардак непосредственно происходит в подразделениях ЗСРУ. Я не буду называть часть часть, не буду называть ничего. Вот так как-то. Вот потому это и печаль моя вселенская происходит. Потому что я не вижу... А вы пехота, Мы пехота. У вас не просто пехота, мы легкая пехота. У нас все вооружение стрелковое носимое. Просто стрелковое носимое. И вы на передовой, да? Да, и мы на нуле. Мы просто на нуле. Сейчас вот благодаря руководству Луганской области налягаем на лопаты, бля. Копаем, копаем, копаем. Для оказания помощи ВСУ 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 Цивильная Администрация Луганской Луганской области сумела обеспечить только один экскаватор. Ну, не экскаватор, а трактор с ковшом. Один. Это как назвать? И это учитывая то, что, ну, было сначала вроде бы три, но, так сказать, механики, которые руководили, ну, работали на этих, отказались. Полезли солдаты, полезли не специалисты, один или два угробили, остался один. Что, тяжело с того же Краматурска, Славянска провести еще хотя бы пару, чтобы хотя бы три было на весь город. Нет, у нас один копайк, один, по-моему, механизированный помощник, а все остальное, который не нигде может заехать, а все остальное на солдатских руках. Копайте, ребята, копайте. Копаю, потому что прекрасно понимают, что чем лучше закопаются, тем сложнее его будут оттуда, тем сложнее будут их оттуда выкурить. Ну, если, скажем так, для перекрытия блиндажей и огневых точек нам приходится валить лес, валить лес, если он есть рядом. Но даже то, что мы его завалим, это же не говорит о том, что мы сумеем его скрепить. Нету скоб, нету нормальных гвоздей. Предлагают скреплять бревна 120-мм гвоздями. Смешно, но только плакать хочется. Вот потому-то и печаль. Я прекрасно понимаю, что сейчас мое интервью вызовет бурю эмоций, бурю криков, все пропало, предательство и все остальное, но мне наплевать. Я уже дальше молчать просто не могу. они не могут навести порядок. Я могу им помочь. Я наведу приятных очень быстро. О, я прошу прощения, я уже власти потянулся с диктаторскими замашками. Владимир Владимирович, никто не имеет права вас осудить, если даже вы где-то не знаю, критикуете, потому что вы находитесь, как вы сами сказали, на нуле. Да при чем здесь я нахожусь? Я же, понимаете, Татьяна, я же правду говорю, я не вру, не приукрашиваю, ничего. Я просто говорю голую правду, которую никто признавать не хочет. Владимир Владимирович, я правильно поняла? Наш доблестный бывший генеральный прокурор Юра Люценко с автоматом дает интервью разные, задает какие-то непонятные вопросы. Ты закрой падлород. Ты был министром внутренних дел, воровал. Был генеральным прокурором, воровал. Куда ты опять лезешь? Бывший президент Петя Порошенко рассказывает, какой великий волонтер. Наш президент Зеленский бабушкины сказки рассказывает. Что вы рассказываете? Вы не знаете правды, которая происходит. Просто не знаете. Мы готовы сидеть в Киеве, охранять светофоры, отжирать рожи на волонтерке и при этом приторговать ей. Ну смешно. Не разводите народ. Народ отдает последнее на патриотическом порыве. Вы знаете, что очень многие западно европейские волонтерские организации отказываются уже работать с Украиной. А знаете почему? Потому что они находят свои товары на рынках и на всем остальном. Они говорят, ребята, а как? Мы вам поставляем, а вы продаете. Как так? Это безвозмездная, безденежная помощь. Везде на рынках все прекрасно видят, что торгуют волонтерками. Как? А какая имеется ввиду, какая волонтерка? Я такого никогда не видела, мне интересно, какая имеется ввиду именно? Говорю, солдатскую форму продают на рынках. Да, солдатскую форму, броники продают. Ребята, продаете, а покажи документы, где ты их получил, откуда ты их взял? И что на это кто-то реагирует? Никто. На военной форме я бы отреагировала, но я такого не видела. На военной форме ЗСУ написано не для продажи. Властный сбройник Сил Украины. А их продают. Я просто не видела. Ну, вы просто не интересовались и не смотрели. Владимир Владимирович, я так поняла вас, что вы подозреваете, что руководство среднего звена или ваше руководство еще и вписывает мертвых душ для того, чтобы их зарплату, ну, то есть, это хищение государственных средств, правильно? да, посещают государственные средства, люди, которые служат в Киеве, сбрасывают нам видосики, на которых они плитку стелят, подзарабатывают или там для командиров работают, плитку вложат и т.д. и т.п. И я не думаю, что это только руководители среднего звена. военные, которые прослужили всю жизнь, в армии все эти вещи прекрасно понимают. То есть, создана коррупционная схема, и бабки, деньги, бабки, боже мой, слово из блатного жаргона, и деньги идут высоко наверх. Кто конечное сделан, я не знаю. Я не веду и не знаю. Но для этого у нас создано масса подразделений, ДБР, шнабегеры, которые решили эти военные прокуратуры, которые должны эти все вопросы контролировать. Никто ничего не контролирует. Ой, у нас лучшее обеспечение в ТРО на Западной Украине. А ты где-нибудь слышал, что в ТРО Западной Украины здесь было такое подразделение? Были? А, 109-й в Львовску разбомбили? Раздолбили, да? Понятно. На Западной Украине везде натыканы блокпосты. Стоят разодеты, разсуфырены в пухи праговы. Обвешены этой снарягой. Зачем она вам, ребята? С кем вы воевать? Или я разговариваю там с нашим одним общим знакомым с Полтавой. Несут службу в Полтаве и Полтавской области. Ловят диверсантов, ДРГ и все остальное. Бог ты мой. Не спешите меня. Они хоть вроде бы на добровольческих засадах, то есть без оплаты. А там есть и ТРО, которое тоже существует и которое несет непонятные какие-то службы. но если я вам привел цифры, это уже скажем так у меня информация не с одного батальона. Если для выполнения боевых задач с трудом находят 10% всего личного состава, то что творится в этой стране? Зачем им доплачивать эти 30 тысяч? Объясните мне, что вы деньги палите? Владимир Иванович, спасибо, что вы со мной поделились. Мне нужно сохранить этот файл. Если он будет длиннее, он может не сохраниться. Хорошо, я понял. Сохраняйте. Будьте здоровы. Только просьба, не выкладывай его частями. Выложи целиком и полностью. Поэтому я и хочу сохранить. Хорошо. Будьте здоровы, Владимир Иванович. Пока. Счастливо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...